ПЛОТЬ НАША СЛУЖИТ ТОЛЬКО ПЛОТИ Римлянам, глава 7, стихи 14-25 Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха. Как чудесна милость его! Мы благодарим Бога нашего, который позволил нам провести этот летний библейский семинар. Он восторжествовал над стихией и даровал нам эти прекрасные дни, не позволив урагану испортить праздник. Он собрал вместе свой народ, чтобы донести до нас слово свое и позволить нам насладиться общением друг с другом и со Святым Духом. Бог живой. Как чудесна милость его! Сейчас люди думают, что тайфун Даг наверняка обрушится на эту местность, поэтому представители властей просят всех прибывших в район долины Инже покинуть эти места. Я прибыл сюда уже пополудни. Я услышал, как люди, обеспокоенные надвигающимся тайфуном, обсуждают, насколько сильным и разрушительным может быть этот ураган. Но произойдет ли все это так, как они ожидают? В тот момент, когда мы, дети Божьи, собрались здесь, на наш семинар. Если мы будем молиться, то дождь не хлынет милостью Божьей. Разгонит ли Бог свой народ? Бог управляет погодой, но делает это в зависимости от нашей веры. Он поступает мудро, и это значит, что он не будет испытывать тех из нас, чья вера заставляет задаваться вопросом. Зачем Бог насылает на нас ураган, когда мы собрались здесь, на этот библейный семинар? Я был не в силах предотвратить тайфун Даг, когда услышал о нем в новостях. Все, что я мог сделать, это молиться. Время проведения нашего семинара было оговорено заранее. Люди уже собрались и ожидали начала семинара. А я ничего не мог поделать в этой ситуации. Кроме того, я беспокоился о том, выдержит ли порывы ураганного ветра наша небольшая часовня, в которой мы намеревались проводить наш семинар. Мне ничего не оставалось, как положиться на Бога. Я молился, Боже, помоги нам, защити нас. Я прошу во имя Иисуса. Аминь. И Бог предотвратил тайфун Даг. Я верю, что Бог знает все. Он оберегает нас лучше нас самих, поскольку Бог более осведомлен о происходящем вокруг нас. Явления природы наглядно показывают нам, что Бог живой. Когда я находился в своей палатке, я услышал громовой раскат грома. Я вышел и посмотрел на небо. Небо было темным, и тяжелые тучи наползали на долину. Поэтому я спросил, Господь, что это за тучи? Неужели тайфун все-таки достигнет долины и обрушится на нас? Я почувствовал, как вера моя начала слабеть. Однако я верил в Бога и молился, поддерживаемый своей верой. Я говорил Богу, Господь, я верю, что Ты позаботишься о нас. Я верую в Тебя, Господь. Я уже уверовал в то, что Ты сделаешь для нас. Если мы верим, Бог действительно благословляет нас. Мы всем своим сердцем благодарим Его. Плоть эгоистична и полна зла. Мы ничего не можем делать без помощи Бога. Наш Господь хранит нас и помогает нам. Давайте еще раз обратимся к Слову Божьему. В послании к римлянам, глава 7, стихи 14-25 сказано, что апостол Павел признал себя живущим по плоти и запроданным греху. Он также сказал о том, что именно согласно закону его плоть не может не грешить на протяжении всей жизни. Мы, рожденные свыше, также творим зло, несмотря на то, что желаем творить добро. Глава 7 гласит. Мы видим, что доброе не живет в нас, поэтому мы горько вздыхаем, думая, смогу ли я соблюдать свою веру. Мы сильно огорчены по поводу нашей безнадежно греховной плоти. Знаете ли вы, насколько эгоистично и себя любила наша плоть? В послании глава 7, стих 18 сказано, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Мы всегда становимся на защиту самих себя, зная при этом, что мы есть племя злодеев. Знаете ли вы, насколько мы, люди, себелюбивы и корыстны? Конечно, мы знаем, насколько мы порочны, но при этом мы никогда не становимся рядом с Господом. Напротив, мы всегда остаемся на своей стороне. Господь добр и воля Его добра. Мы знаем, что мы есть воплощение зла, но мы слишком любим себя. Бог заповедал нам не иметь других богов, кроме Него. Бог наказал нам это, чтобы мы осознали свою греховность. Мы любим себя и делаем всё только для себя. Мы начинаем суетиться, как только появляется возможность получить для себя какую-то выгоду, приобрести какое-то материальное благополучие. Но насколько жалко мы выглядим в глазах Господа, потому что наша жизнь бессмысленна. Маленький ребёнок, заполучив печенье, никогда не отдаст его. В конце концов, едва надкусив, он раскрошит его своими ручонками, но не поделится ни с кем и не вернёт обратно, потому что он ещё маленький и ничего не понимает. Он не знает, что в мире есть вещи намного ценнее печенья. Таковы дети, таковы и мы. Наши грехи смыты, но мы по-прежнему остаёмся себелюбивыми и корыстными. Мы благодарим Господа за то, что он сделал нас безгрешными и не спаслал нам Святого Духа. Но как только мы получаем прощение грехов и рождаемся свыше, внутри каждого из нас начинается битва. Битва, в которой плоть сражается с Духом. Родившись свыше, мы чувствуем себя счастливыми, но когда Господь призывает нас трудиться для Царства Божьего, вскоре нас начинает беспокоить это сражение плоти и Духа, которое разгорается внутри нас. Ради нас Господь отказался от своего величия. Он сошёл на землю в образе человека. Человека, который отнюдь не был красавцем. Возможно, он был хромым и уродливым. В книге пророка Исаии сказано, «Ибо он вошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нём ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нём вида, который привлекал бы нас к Нему». Исаия, глава 53, стих 2. «И всё же Господь понёс все наши грехи. Наша плоть служит только греху. Павел знал, что плоть есть средоточие греха, и поэтому он сказал, «Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Он не стал вдаваться в подробности, потому что он стыдился своих грехов. «Мы сродни мусорному ведру, мы скопище грехов. Взглянув со стороны, мы бы увидели, как за нами тянется шлейф мусора и нечистот. Терзаемые угрызениями совести, мы говорим Богу, «Господь, я не должен был этого делать, я хочу жить согласно воле Твоей, но я снова сделал это. Как мне остановиться, Господь?» Зная о своей нечестивости, мы можем благодарить Бога. Мы должны помнить о той милости, которую даровал нам Иисус Христос, наш Господь. Мы должны помнить, что Бог сделал с нашими сердцами. Только тогда мы поймем, что верно, а что нет, и сможем по-настоящему служить Господу. Милостью Божьей и нашей верой в Него мы стремимся к Господу, предаем себя Ему и преодолеваем все трудности, которые встречаются на нашем пути, когда следуем за Богом нашими сердцами. Узнав, что мы нечестивы и негодны пред Богом, мы отрекаемся от себя. Мы понимаем, что наша плоть не позволяет нам избежать греха. Мы понимаем, что, несмотря на великое благословение, немощность наша уводит нас с пути истинного служения Богу. Я благодарю Бога, который благословил меня на служение Ему. Если бы Бог не возложил на меня миссию проповедования Евангелия, я бы так и остался средоточением греха и никогда не смог бы сделать ничего праведного пред Ним. Я благодарю Бога за то, что Он позволил мне служить Ему. В своих молитвах я говорю, «Благодарю тебя, Господь! Все, что я хочу сделать в своей жизни, я хочу сделать для тебя». «Господь, у меня ничего нет, мне нужны деньги. Пожалуйста, помоги мне. Я не буду тратить деньги на себя, я буду тратить их на служение тебе, Господь. Конечно, если я буду тратить деньги на собственные нужды, плоть моя будет удовлетворена, но я хочу тратить их ради тебя, Господь, и ради твоих праведных дел. Деньги дались мне тяжелым трудом, поэтому они ценны для меня, и поскольку они ценны для меня, я предлагаю их тебе. Пожалуйста, используй эти деньги для твоих праведных дел». Те, кто знают о своей нечестивости, знают о том, что в них нет ничего доброго. Что я подразумеваю под словами «доброго нет в них ничего»? Я имею в виду, что в плоти их пребывает только зло. «Жить только для себя есть великое зло». Мы благодарим Бога Иисусом Христом, Господом нашим. Павел говорил, «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Римлянам, глава 7, стихи 24-25. Чему служит плоть? Плоть всегда служит греху, однако сердцем своим мы служим Богу. Кем мы благодарим Бога? Мы благодарим Бога Иисусом Христом, Господом нашим. Павел сказал, «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Таким же образом и я благодарю Бога. Если бы Господь не смыл все мои грехи, я не смог бы обрести спасение, потому что плоть моя все еще служит греху. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Мы благодарим Господа за то, что Он уничтожил все грехи всех людей без исключения. Плоть наша служит только греху, даже после того, как мы получили прощение грехов. Но сердце наше желает служить Богу. Мы благодарим Бога Иисусом Христом, соделавшим праведными наши сердца. Вы верите в это? Мы благодарим Бога и служим Ему, потому что Он уничтожил все наши грехи. Если бы Господь не смыл все грехи мира и не спас нас от грехов нашей плоти, мы были бы обречены на вечную погибель. Вы верите в это? Если бы Господь не смыл все наши грехи, разве царил бы покой в наших сердцах? Разве могли бы мы благодарить Господа? Разве могли бы мы служить Ему? Может ли человек, в сердце которого пребывает грех, помогать другим людям? Может ли человек, находящийся в тюрьме, помочь другим людям, которые также находятся в тюрьме? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Господь очистил нас от греха, чтобы мы служили Ему, и даровал нам мир и покой, которые навсегда пребудут в наших сердцах. Мы уже умерли для этого мира. Можем ли мы проповедовать Евангелие, служить Богу, трудиться для Него без помощи и поддержки Господа нашего? Мы неизменно следуем за Господом, сегодня, завтра и послезавтра. Такова истинная вера. Те, кто служат Господу, подобны мудрой и добродетельной хозяйке, которая в чистоте и порядке содержит свой дом. Пусть ваша вера будет нерушимой и постоянной, и не уподобиться сковородке, которая в считанные секунды нагревается и так же мгновенно остывает. Вы должны все время следовать за Господом до тех пор, пока Он не придет вновь. Родившись свыше, считайте себя отрезанным от этого мира, умершим для этого мира. Я хочу, чтобы вы помнили о том, что вы уже не принадлежите этому миру. Мы уже умерли для Него. Наши имена уже вычеркнуты из списков живущих на земле. Вы понимаете? Наших имен уже там нет. Люди могут спрашивать вас. Давненько не виделись. Что новенького? Я слышал, что вы посещаете церковь и что ваши грехи прощены. Так что, у вас теперь нет грехов? Да, у меня нет грехов. Странно. Вы, наверное, посещаете какую-то неправильную церковь? Вы ошибаетесь. Приходите в мою церковь, и вы все сами увидите. И все же я думаю, что здесь что-то не так. Почему люди не понимают нас? Мы хотели бы, чтобы они нас понимали. Но могут ли те, кому еще предстоит родиться свыше, понять нас? Как могут понять нас те, кто не знают, что люди могут стать безгрешными? Как могут они понять, что Иисус уничтожил все грехи мира? Они не могут этого понять, поэтому не ожидайте, что они поймут вас. Господь сказал этому миру «Прощай за всех нас». Иисус сказал «Совершилось». Иоанна, глава 19, стих 30. Из-за спасения, что сами мы не сможем сказать «Прощай» этому миру из-за чувства сожаления. Он также сказал, что он вычеркнул наши имена из списка живущих на земле. Мы, которые сами никогда не смогли бы служить Богу, стали благодаря Иисусу Христу теми, кто может творить Его дела. По природе своей мы были теми, кто не мог служить Господу. Мы должны благодарить Иисуса за то, что Он допустил нас в Свою церковь и дал нам право служить Ему. Господь использует нас. Да, мы выполняем Его работу. Вы понимаете? Иными словами, праведный Бог использует нас в своих праведных делах. Как-то в одной из своих проповедей евангелист Ли сказал «Он настолько грязный и отвратительный, что подобен куче зловонного навоза». Но это еще мягко сказано. Как бы далеко не зашло наше воображение, все равно его будет недостаточно, чтобы описать нашу отвратительность. Пророк Иеремия, глава 17 стих 9 сказал «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Бог позволил людям, чье сердце полно лжи и обмана, жить во славу Его, во славу Всевышнего. Он призвал нас на совершение Его праведных дел. Мы можем следовать за Господом и жить в милости у Него, потому что Господь смыл все наши грехи. Мы можем разделить с Ним Его страдания и Его славу. Мы уже умерли, но не для Бога. Если бы Господь не смыл всех наших грехов, мы бы не обрели спасение. Если бы мы жили по плоти, мы так бы и остались простыми смертными. Господь спас нас раз и навсегда. Он спас нас и соделал нас орудиями своего вечного служения. Насколько мы грязны и отвратительны. Познав Бога, мы понимаем все больше и больше, как греховны и омерзительны мы становимся со временем. Вот почему мы радуемся, когда видим свет. Но когда мы смотрим на самих себя, мы с горечью вздыхаем и точно так же, как Павел, говорим «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам, глава 7, стих 24. Но тотчас, после этих слов, Павел благодарил Бога. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Господь смыл все наши грехи. Он смыл все грехи плоти. Сколько раз за день грешит наша плоть? И не стоит делать вид, будто ваша плоть не грешит». «Благодарите ли вы Господа?» Господь смыл все наши грехи, которые мы совершаем своей плотью. Вы верите в это? Тот факт, что Господь смыл все грехи мира, может показаться вам незначительным. Но когда вы осознаёте, что Иисус смыл грехи, совершаемые и вашей собственной плотью, то вы воскликнете. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Слава тебе, Господь!» Каждый грех имеет свой вес. «Господь забрал все грехи, которые мы совершаем за всю свою жизнь со дня рождения и до дня смерти». Как мы благодарны Ему! Конечно, если бы мы согрешили совсем чуть-чуть, мы могли бы попросить у Господа прощения, помолившись и покаявшись в содеянном. Но грехи наши бесчисленны и бесконечны. Когда мы осознаём это, нам ничего не остаётся, как благодарить Бога. «Спасибо тебе, Господь! Ты смыл все мои грехи! Благодарю тебя!» Мы благодарим Бога Иисусом Христом, Господом нашим. Благодарите ли вы Бога, говоря при этом, «Спасибо тебе, Господь! Спасибо за то, что ты спас меня и призвал для служения твоей праведности! Я благодарю Господа, который спас меня от всех грехов в плоти!» Благодарите ли вы, Господа? Может показаться, что получить искупление грехов – дело несложное, но это далеко не так. Искупление – есть нечто поистине величественное, бесценное и вечное. Мы должны следовать за Господом, ибо в нас самих нет ничего доброго. Мы представляем собой скопище греха. Мы являемся воплощением тьмы. Мрак царит в душе моей, но ты есть свет, ты истинный свет, а я – кромешная тьма. Ты – солнце, а я – луна. Луна может освещать землю только светом, исходящим от солнца. Сама луна не может светить. Она светит, отражая свет, исходящий от солнца. Всё сущее на земле есть тьма. Вы – свет или тьма? Без Господа мы бродим во мраке. Мы можем благодарить Бога, служить Ему и следовать за Ним благодаря Иисусу Христу, поскольку нет больше никакого осуждения нам, живущим в Нём не по плоти, а по духу. Служить плоти значит служить тьме. Остановитесь, пока есть время. Плоть наша никогда не изменится, как бы мы ни пытались. В нас нет ничего особенного. Наша плоть не вечна, поэтому жить мы должны ради вечных ценностей. Человек, живущий ради вечных ценностей, человек мудрый. Мы должны как можно раньше познать свою сущность и как можно быстрее отречься от самих себя. Мы должны знать, что нам нечего ожидать от самих себя и что в нас нет ничего доброго. Мы есть средоточие греха, который всегда служит плоти. Плоть говорит нам «Дай мне всё, что я хочу». При этом она словно пиявка, вцепившаяся в наше тело и сосущая нашу кровь. Притчи, глава 30, стих 15. Мы испытываем чувство голода сразу же после посещения туалета. Мы никогда не сможем удовлетворить свою плоть, как бы мы ни старались угодить ей. Сколько бы мы ни съели и чего бы мы ни съели, всё равно буквально через несколько часов мы снова хотим есть, но следуя за Господом мы уже не чувствуем голода. Только постоянно вознося благодарность Господу и следуя за Ним мы можем по-настоящему быть счастливы. Хотите ли вы пребывать в вечном блаженстве после искупления грехов? Тогда следуйте за Господом. Хотите ли вы иметь жизнь исполненную света? Следуйте за Господом. Хотите ли вы иметь жизнь наполненную благодатью? Следуйте за Господом. Хотите ли вы приносить плоды праведности? Знайте, что вы пребываете во тьме, поэтому следуйте к свету. Мы следуем за Господом, когда Он идет вперед, и мы останавливаемся, когда останавливается Он. Мы делаем то, что хочет Господь, и не делаем того, чего Господь не хочет. Мы должны идти в нем и следовать за Ним. Ожидаете ли вы чего-нибудь от самих себя? Конечно нет. Мы должны следовать за Богом, потому что нам нечего ожидать от самих себя. Ваша плоть вечна? Конечно нет. Тогда зачем вы следуете за тем, что ничего не может дать вам и в конце концов станет прахом? Когда-то давно я любил напевать песню, в которой были слова «Верни мне мою молодость». Но сейчас я счастлив, даже если Бог и не вернет мне мою молодость. Более того, я понял, что я не смогу быть счастливым, вернувшись назад в своё детство или юность. Если мы следуем за Господом, который есть свет нашей жизни, корона славы его сияет над нами. Нам нет необходимости снова возвращаться назад. Мы должны петь. Я не отрину от Господа и последую за Ним. Я буду следовать за Ним каждый день до конца моих дней. Эти слова показывают истинную веру, которой мы не отвергаем Господа в своей жизни и которой мы всегда прославляем Бога. Давайте споем эту песню. Я люблю Господа, который сотворил человека из праха земного, который вдохнул дух жизни в его тело, который сына послал своего ради тех, кто создан по подобию Божьему. Потому я тело сие посвящаю тому, кого не отрину вовек и во след пойду до конца моих дней. Я искренне благодарю Господа. Я искренне благодарю Господа. Иисус забрал наши грехи и позволил нам служить Ему, следовать за Ним и вершить Его праведные дела. Если бы Господь не забрал все грехи, которые мы совершаем своей плотью и не уничтожил их, как бы мы могли совершать Его праведные дела, мы не смогли бы сделать даже сотой доли процента этих дел. Грешник остается грешником, как бы добропорядочно он не выглядел. Разве не замечательно, что Господь смыл все наши грехи и позволил служить Ему? Как чудесно, что Господь уничтожил все наши грехи и благословил нас, погрязших в нечистотах, живущих в духовной нищете, обреченных на муки ада, и чье существование без Господа было лишено всякого смысла. Величие Божьей милости заключается в том, что Господь избрал нас для служения Ему, уничтожив при этом все наши грехи и благословив нас искуплением по вере. Разве могли бы мы быть праведниками, имея грех в своем сердце? Тот факт, что у нас нет больше греха есть истинное доказательство необыкновенной милости Господней. Славьте Бога! Плоть все равно будет грешить снова и снова. Даже слушая Слово Божье, мы снова грешим, как только покидаем церковь. Поэтому я благодарю Бога за то, что Он смыл все наши грехи. Вне всякого сомнения наш Господь Иисус Христос своим крещением в реке Иордан взял на Себя все наши грехи и понес наказание за них на кресте. Я верю в Бога и благодарю Его. Каким образом мы можем благодарить Бога? Мы благодарим Бога Иисусом Христом. Возлюбленные праведники, мы не сможем рассчитаться за Божью милость, как бы мы ни старались, каких бы усилий мы ни прилагали. Даже если мы беспрестанно будем благодарить Господа, который, понеся на себе наши грехи, позволил нам вершить Его праведные дела, этого будет недостаточно. Этого будет недостаточно, даже если мы будем благодарить Бога до конца своих дней. Мы прекрасно знаем, что в нас ничего нет доброго. Задумайтесь над этим. Будете ли вы грешить всю свою жизнь? Конечно, вы будете грешить, но Господь уже смыл все ваши грехи. Господь благословил нас на совершение Божьих дел. Господь позволил нам служить Ему. Мы не можем не благодарить нашего Господа. Я хочу, чтобы вы всегда благодарили Иисуса. Я хочу, чтобы всю свою жизнь вы благодарили Бога Иисусом Христом, Господом нашим. Господь позволил нам жить, вознося хвалу Богу. Бог спас нас от всех грехов, которые совершает наша плоть. Он спас нас для того, чтобы мы служили Ему своими сердцами. Велика милость Божья, поэтому мы хотим следовать за Ним и служить Ему. Давайте всем сердцем своим возблагодарим Бога. Как чудесно милость Господня, дарованная нам Иисусом Христом. Я хочу, чтобы вы знали, насколько слаба и несовершенна ваша плоть. Я хочу, чтобы вы присмотрелись внимательно к тому, что вы делаете. Я хочу, чтобы вы задумались над тем, действительно ли Господь забрал ваши грехи. Я хочу, чтобы вы жили по вере и благодарили Бога. Я благодарю Господа за то, что Он позволил нам жить жизнью, исполненной смысла и значения. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха. Римлянам глава седьмая стих двадцать пятый. Сердцем своим мы любим Бога, но плотью своей мы любим грех. Однако Бог всемилостив. Впереди нас ждет еще множество прегрешений, но Господь уже смыл даже те грехи, которые мы совершим в будущем. Вот почему Бог всемилостив и вот почему мы должны благодарить Его. Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя за то, что Ты дал нам сердца, чтобы служить Тебе, и за то, что Ты спас нас от всех грехов, которые наша плоть совершает до конца наших дней. Субтитры